По осени считают не цыплят, а жалкие остатки урожая и трещины в стенах. В поселке Атамановка Читинского района продолжаются работы по ликвидации последствий июльского ливня и комиссионное обследование пострадавших домов, дорог и огородов. Что уже сделано сейчас и что еще предстоит сделать, узнавала Любовь Хорошего. Так выглядела Атамановка на следующий день после ливневого шквала. Десятки пострадавших домов, затопленные огороды и погибшие урожай. В администрацию поселения поступило свыше 200 заявлений с просьбами о помощи от жителей, чьи дома оказались во власти стихии. Сегодня поселок почти оправился от удара. Восстанавливается первоначальный вид дорог и обочин. До сих пор подсчитывается ущерб. А впереди еще непочатый край работы. Вот так, например, теперь добираются до дома жители улицы Престанционной. Я написала первое заявление по поводу, чтобы помогли. Просила, убедительно просила. Отремонтируйте, пожалуйста. Ну, хоть бы как-нибудь засыпать, потому что подъезда нет. Действительно, ни скорая помощь не может подойти, дай бог, ни пожарная машина. Как напоминание стихии, чахлые картофельные кустики, занесенные глиной и песком, да сырое подполье, которое Валентина Костырская до сих пор не может просушить. Правда, говорит хозяйка, в администрации ей, как и другим жителям, оставшимся без урожая, пообещали материально-социальную помощь в пределах двух тысяч рублей. Мы уже, в частности, каждую жалобу берем, рассматриваем ее. Также подрядные организации, у которых коммунальная техника имеется, занимаемся планировкой придомовых территорий. Если у кого-то какие-то, допустим, пожилые люди, инвалиды, оформляем акты обследования вот этих вот помещений всех. И там необходимая, которая помощь по социальным вопросам, вот им необходимо, мы ее предоставляем. Эти кадры также были сняты два месяца назад, сразу после обрушения панельных плит пятиэтажки. Вот таким тогда был проем в нижней части балкона первого этажа. Бумажные маячки каждый день неумолимо показывали новый сдвиг. Это день сегодняшний. Даже при самом поверхностном осмотре разница очевидна. Не говоря уже о том, что по торцу жилого дома продолжает змеяться наверх большая трещина. Я на балкон выйти не могу, так у меня на балконной двери заклинило. Я выйти на балкон не могу. Перекрытие над балконной дверью лопнуто в трех местах. И как это можно назвать рабочим состоянием, я не понимаю. Все говорят, что нас скоро заселят. Чита Гургаз, которые отключили газ от нашего подъезда в целом доме, они сказали, что дом в аварийном состоянии. Наш подъезд находится. В заключении написано, что мы можем в этом подъезде жить. Как жить под косым потолком и с 20-сантиметровым креном пола строители не объяснили. Хотя пообещали все выровнять. Даже если они замажут все это, все это, не знаю, как это будет выглядеть, но во всяком случае, сказали, что улучшения эстетического вида дома не будет. То есть вот он как был наклоненный, он такой и будет стоять. И плита однозначно, она через некоторое время все равно согнется, куда-то лопнет там или еще что-то произойдет. Это я понимаю, это люди понимают, которые боятся жить в этих квартирах. Сейчас полным ходом идет строительство водоотвода, реконструкция теплотрассы к многострадальному дому. Все восстановительные работы, как снаружи, так и внутри, должны завершиться до 20 сентября. Впрочем, жильцы аварийного подъезда этому не верят. С июля власти обещают все исправить и всех заселить. Назначают сроки, но ни разу в них не уложились. Поэтому точку в этой проблеме, похоже, ставить рано. Любовь Хорошева, Дмитрий Денисов, Вести Чита.